Тема, которая касается практически каждого, ведь банковскими картами пользуются абсолютное большинство людей и именно они зачастую становятся объектами пристального внимания со стороны мошенников. Способы отъема честно заработанных с каждым годом все ухищреннее. Как же не попасть на удочку интернет преступников узнавала Патимат Ханапова. Ей слово. Повторите, пожалуйста, код карты. А, записывайте еще раз. 48. Продолжайте. Продолжайте. Вы были индифицированы. Таких вот роликов, где люди искренне веселятся, делая вид, что ведутся на обман мошенников в интернете полно. Но злоумышленники представляются сотрудниками банка и пугая тем, что с карты жертв кто-то списал средства, пытаются выманить у граждан персональные данные. Если же финансовый отдел зафиксирует какие-либо списания, то есть предоставит мне выписку, я могу вам уже предоставить более конкретные банки. Ну вы же Сбербанк, вы же в курсе, какие транзакции я совершаю. Ну хорошо, давайте разберемся, поскольку у меня сейчас не очень много времени, вот ну у меня сейчас дела намечаются, поэтому мне бы побыстрее с этим разобраться. И далеко не всегда разговор заканчивается так, пострадавших хоть отбавляй, так потерял свой кровно заработанный миллион и житель Дербента. Мошенник убедил его в том, что зафиксирована попытка оформления на него кредита и необходимо перевести средства на другой расчетный счет в избежание хищения денежных средств. Стал говорить, что у меня якобы на меня хотят оформить кредит в размере 500 тысяч. На данный момент надо заблокировать мой лицевой счет, открыть другой, перевести деньги на этот счет, а через остаток возобновить новый. И это не единичный случай. Более 200 уголовных дел заведено в республике по кибермошенничеству. Ущерб оценивается в размере около 150 миллионов рублей. Дагестанцы продолжают попадаться на уловки интернет-преступников. Это только официальная статистика и только за последние полгода. По статистике в настоящее время у нас рост на 18%. Если брать в общий за 6 месяцев, где-то порядка 146 миллионов похищено с банковских карт, с защитой республики Дагестан. Мы уже практически все перешли на счет в банке. Уже зарплату мы платили мало кто получает. Самая грамотность населения у нас, к сожалению, страдает. Как все-таки не стать жертвой киберпреступников? Главное правило, если вы заметили подозрительное списание, необходимо заблокировать карту сразу же. Далее в течение 24 часов уведомить банк об этом случае. Если эти условия соблюдены, то есть заблокированный счет и обращение в банк произошло, есть еще третье условие для того, чтобы банк вернул средства гражданам. Это условие, при котором должно быть подтверждение, что вы сами по собственной инициативе не скомпрометировали свои данные. Кин-кода, СВС-кода, номер расчета, ну и так дальше. То есть банк в течение 30 дней, рассматривая заявление, если удостовериться в том, что поведение владельца было оправданным, объективным и не вело компрометацией, деньги будут возвращены в течение 30 дней. Но все же самый действенный способ обезопасить себя от дистанционных машинников – это отказ от контакта с ними. Реальные представители банка никогда не будут спрашивать у клиентов их персональные данные. Еще один способ запретить онлайн-операции со своей карты – эту опцию можно активировать в приложении банка. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.